Перед началом чемпионата в УВД Сочи было создано новое подразделение «Туристическая полиция». Отобраны полицейские, владеющие иностранными языками. Это 30 сотрудников, 5 из которых – женщины. От обычной службы она отличается как раз-таки большим объемом общения с иностранцами. Помощь мы как-то больше оказываем. Чувствуешь себя что ли нужнее и причастным к чему-то большему. Все сотрудники прошли дополнительную подготовку в Краснодарском университете МВД, где особый упор был сделан на языковую практику. «Иногда возникает сложность в том случае, если иностранец быстро говорит. То есть мы не успеваем сразу понять, что он хочет от нас. Поэтому просим, speak slowly, please. Говорите помедленнее, пожалуйста. И тогда справляемся. И замечаний пока не было с их стороны». В период проведения чемпионата сотрудников туристической полиции можно встретить в местах наибольшей туристической активности. Это Олимпийский парк, фан-зона для болельщиков, морская набережная, парк Ривьера. Их можно узнать по отличительным знаком в виде нарукамных повязок с надписью «Туристическая полиция» на русском и английском языках и бейджа с фотографией. Как признаются сами сотрудники подразделения, форма вызывает неподдельный интерес. Часто люди обращаются не за помощью, а просто с просьбой о совместной фотографии. «Интересуются, задают вопросы, обращают внимание, спрашивают, что за подразделение, для каких целей создано. Всем интересно. Отзываются». «Кто-то уже видел такое же аналогичное подразделение в Москве. Там тоже туристическая полиция существует уже несколько лет. Мы к этому готовы, нас к этому готовили, мы прошли соответствующее обучение». В основном, внимание сотрудников туристической полиции направлено на зарубежных гостей чемпионата, которым надо указать верный маршрут, подсказать, какие достопримечательности можно посмотреть в Сочи или где можно купить сувениры. Однако часто обращаются и соотечественники, приехавшие в Сочи из других регионов. «Самое главное – не бросить в беде человека. Будь то это русский человек, иностранец, неважно, какой национальности. Не оставить его в беде – наша главная задача». «Наставить положительные впечатления о нашей полиции». По окончании чемпионата сотрудники туристической полиции продолжат службу в Сочи. Елена Овсецна, телекомпания «ФКТ». «Спасибо большое». «Пожалуйста, пожалуйста».